Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 27 по 32. Послушаем. Это евангельское зачало на церковно-славянском языке. И я уже любодействовав с ней в сердце своем. Аще же око Твое десное соблажняет Тя, и змия, и верзе от Себе. У неба Ти есть, да погибнет единотут Твоих, а не все тело Твое вержено будет в гиену огненную. И аще десная Твоя рука соблажняет Тя, у сицыю и верзе от Себе. У неба Ти есть, да погибнет единотут Твоих, а не все тело Твое вержено будет в гиену. Речена же бысть, яка ижа ащи пустит жену свою, да даст ей книгу распустную. Аз же глаголю вам, яка всяк отпущая жену свою, разве словесе любодейного, творит ее прелюбодействоватьи. И ижи пусть щеницу поймет, прелюбодействует. А так этот текст звучит в русском синодальном переводе. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. «Если же правый глаз Твой соблазняет Тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для Тебя, чтобы погиб один из членов Твоих, а не все тело Твое было вержено в гиену. И если правая Твоя рука соблазняет Тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для Тебя, чтобы погиб один из членов Твоих, а не все тело Твое было вержено в гиену». Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Из десяти заповедей данных на горе Синай, седьмая заповедь, охраняющая чистоту брака, гласит «Не прелюбодействуй». За нарушение этой заповеди Моисей грозил смертной казнью. Спаситель учит, что не только внешнее действие прелюбодеяния есть преступление, но и внутреннее вожделение, а потому дополняет эту заповедь следующими словами. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Заповедуя блести чистоту сердца и помышлений, Христос тем самым признает согрешившим не только того, кто совершил уже прелюбодеяние, но и того, кто смотрит на женщину с желанием и готовностью прелюбодействовать с ней. В таких случаях необходимо проявлять всю решимость к пресечению соблазна, а потому Господь выдвигает радикальное требование – отсечь и изгнать из жизни все, что соблазняет или приводит ко греху. Греческое слово «скандалон», сказанное Спасителем и переведенное как «соблазнять», обозначает силки, в которые может быть поймена птица или камень преткновения, то есть то, что заманивает человека и влечет к погибели. Именно поэтому лучше пожертвовать самым дорогим, чем потворствовать страсти. Господь образно говорит о глазе и руке, не потому, что и в буквальном смысле следует отсечь, но как бы умертвить и упразднить для греха. Епископ Михаил Лузин пишет, «Правый глаз и правая рука – самые полезные и самые дорогие органы нашего тела. И они служат здесь символами всего драгоценного для нас, которым мы должны пожертвовать ради того, чтобы искоренить страсть. Чем бы это драгоценное ни было, люди ли, привязанности ли, удовольствия ли, если они ведут к соблазну и падениям, их должно удалить. Ими надо пожертвовать для искоренения страсти». В связи с вышесказанным Господь говорит, «Кто разводится с женою своей, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Конечно, Господь излагал эти брачные нормы применительно к определенной исторической и жизненной ситуации, когда рушилась сама идея семьи, когда нравы народа становились все более распущенными. Бог, создав мужа и жену, соединил их на всю жизнь, осветив брак. Но ко времени Моисея нравы иудеев очень изменились. Теоретически иудеи ненавидели разводы, но на практике все было очень далеко от идеала. В глазах закона женщина всецело находилась под властью отца или мужа, и, конечно, у нее не было абсолютно никаких прав. По существу она не могла ни под каким предлогом развестись со своим мужем, а муж мог развестись с ней под любым предлогом. Ефимий Зигабен замечает, «Древний закон приказывал, чтобы ненавидящий, почему бы то ни было, свою жену, не удерживал ее, но отпускал, дав ей разводное письмо, чтобы не случилось убийство». Иудеи были почти непримиримы не только по отношению к женам, но и к детям. Посему Христос и сказал им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, но дать разводное письмо, чтобы впоследствии, когда отпущенная выйдет замуж за другого, отпустивший не мог снова принять ее обратно, как свою жену, и чтобы отсюда не происходили беспорядки и раздоры». Своим повелением Господь устанавливает совершенно иной порядок. Если формально брак расторгнут без веской причины, то происходит как бы вторжение в область еще действующего брака, то есть того, который не нарушен, и тем самым подается повод к прелюбодеянию. Этими словами Спаситель хотел напомнить слушающим Его о том, что Бог сотворил для мужчины одну женщину, и человек не должен разлучать тех, кого Бог сочетал. В строке сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, обращают внимание на важность соответствия внешнего поведения и внутренней жизни. Господь не оставляет без внимания истинные мотивы наших поступков и скрытые побуждения сердец, а потому мы должны со вниманием относиться не только к нашим делам, но и мыслям. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...